Продолжение следует... Комментарии и дуа помогают нам не останавливаться и продолжать работу. Спасибо, друзья. Ссылка на страницу «Поддержим ми радио» в описании под видео. А сейчас новый ролик. Субтитры создавал DimaTorzok От огромных галактик до мельчайших созданий, от сильнейших до самых слабых, в природе всё существует в рамках определенных функций, зависимостей, предельно точно выполняя своё предназначение. В качестве аналогии можно привести инженеров и архитекторов, использующих математические функции и точные измерения, для разработки тех или иных механизмов, имеющих при этом эстетический вид. Первый пример. Возьмём простейшую функцию, чтобы нарисовать некий узор в круге. Наша формула Y равно 2X. Начнём с 10 точек, равноудалённо расположив их на круге и отметив каждую из них цифрой. Затем соединяем их прямыми линиями, в соответствии с функцией, подставляя вместо X эти цифры. Начинаем с нуля. Дважды 0 равно 0, линию не рисуем. Дважды 1 равняется 2, соединяем единицу с двойкой. Дважды 2 равно 4, соединяем точку 2 с точкой 4. Продолжив, получим такой узор. Мы начали с 10 точек, а увеличение их количества даёт всё больше и больше линий, выстраивающихся в некую кардиоидную, напоминающую сердце, фигуру. Если изменить саму функцию, можно получить много разнообразных узоров. Но скажите, вы когда-нибудь видели в природе нечто, следующее функции 2X? Думаю, ответ большинства — да. Если посмотреть на отражение света в кругообразном объекте, например, в кофейной чашке, то можно увидеть тот самый узор. Это означает, что фотоны света следуют той же самой функции, столкнувшись с одним краем чашки, отражаются к другому краю под определенным углом. Но не только отражение света в кругообразной форме. Всё в природе с необычайной точностью следует определенным правилам и функциям. В качестве следующего примера точности этих функций рассмотрим число Пи. Это иррациональное число, бесконечная, непериодическая, десятичная дробь. Это означает, что если у нас будет компьютер размером со Вселенную, то и его памяти не хватит, чтобы сохранить точное значение числа Пи, не округляя его. Откуда же взялось число Пи? Всё просто. Это отношение длины любой окружности к её диаметру. То есть с помощью числа Пи мы легко вычисляем длину окружности по её диаметру и наоборот. Теперь представим вот что. Два скользящих блока и стена. Допустим, что нет ни потери энергии при их передвижении, ни поверхностного трения. Первый блок начинает своё движение, с некоторой скоростью приближаясь справа. Второй блок в этот момент неподвижен. Самый простой случай, когда оба блока имеют одинаковую массу. Первый блок ударяет второй, передавая тому весь свой импульс. Второй отскакивает, ударяется об стену, возвращается и отдаёт весь свой импульс первому, который затем скользит в бесконечность. Всего произошло три щелчка, то есть столкновения. А что если бы первый блок имел массу, превосходящую массу второго, в сто раз? Прогноз развития событий в данном случае не так очевиден. Чтобы приблизиться к общему пониманию, давайте посмотрим, что произойдёт. Второй блок будет продолжать отскоки между стеной и первым блоком, превосходящим его в массе в сто раз, постепенно, как бы частями перенаправляя импульс первого блока в обратном направлении. В итоге произойдёт 31 столкновение, прежде чем оба блока поскользят в бесконечность, никогда более не соприкасаясь. А что произойдёт, если первый блок будет тяжелее второго в 10 тысяч раз? Столкновений будет гораздо больше, почти все они произойдут очень быстро и в одной точке. Их число достигнет 313, потом первый блок замедляется, ждём, ждём, Итого 314 щелчков. Если масса второго блока будет в миллион раз больше первого, и происходи всё это в идеальных условиях, почти все щелчки прозвучат как один большой хлопок, и в этот раз будет 3141 столкновение. Возможно, вы уже видели раньше эту модель. Да, каждый раз количество столкновений отражает число π. То есть механизм столкновений в нашей математической модели следует функции с участием числа π. Конечно, такие события нельзя наблюдать в реальных условиях, поскольку есть и другие физические силы, действующие во Вселенной. Но именно это происходило бы при подсчёте столкновений между двумя телами, если бы отсутствовали другие силы, например, гравитация. Это легко проверяется в программной симуляции. Компьютерное моделирование физических явлений даёт именно такие удивительные результаты. Всё потому, что числом π исчисляются окружности, а окружности в природе повсюду. Всякий раз, когда происходит взаимодействие кривых и прямых линий, оно так или иначе исчисляется числом π. В природе нечасто можно встретить идеальные прямые, потому что объекты постоянно взаимодействуют. Брошенный мяч полетит не по прямой, а по изогнутой траектории. Другими словами, множество вещей в природе следует числу π. Следующий пример — это удивительная числовая последовательность, так называемые числа Фибоначчи. С точки зрения вычислений их легко понять. Начинаем с нуля или единицы, и каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. 1 плюс 1 — 2, 1 плюс 2 — 3, 2 плюс 3 — 5, 3 плюс 5 — 8, и так далее. Эти числа были описаны средневековым математиком Леонардо Пизанским. Если говорить о применении чисел Фибоначчи, в природе они встречаются неожиданно часто. Количество лепестков на цветах — число из ряда Фибоначчи. Количество спиралей на подсолнухе или ананасе — также из чисел Фибоначчи. Это факт. Числа из этой последовательности встречаются в природе очень часто. Одно из самых потрясающих свойств чисел Фибоначчи — это красивый узор, рисунок, описываемый ими. Рассмотрим квадраты чисел Фибоначчи. Казалось бы, что необычного можно ожидать от простого возведения их во вторую степень. Давайте посмотрим. Если сложить 0 и 1, получим 1. Сложим 1 и 1, получим 2. А прибавив к 1 4, получим 5. 4 плюс 9 — 13 и так далее. В этой схеме вы всегда пропускаете одно число из последовательности. Но что происходит при накопительном сложении квадратов чисел Фибоначчи? 0 плюс 1 плюс 1 плюс 4 равно 6. Добавьте к этому 9, получите 15. Добавьте 25, получите 40. Добавьте 64, получите 104. Результаты не являются числами Фибоначчи. Удивительно то, что числа Фибоначчи все же спрятаны внутри этих чисел. Вы их видите? Взглянем поближе. Да. 6 — это 2, умноженное на 3. 15 — это 3, умноженное на 5. 40 — это 5 на 8. 104 — это 8 на 13. И так далее. Но самое красивое свойство этой последовательности в том, что она ведет нас к важному числу, названному золотым сечением. Разделив любое число из последовательности на предыдущее, получаем число золотого сечения. Этот коэффициент еще называют божественной пропорцией. Он имеет многочисленные проявления в природе. КОНЕЦ Почему же числа Фибоначчи и золотое сечение так важны для природы? КОНЕЦ Все и вся следует функциям, формулам, установленным для них как приказ. «Все сотворенное, каждая мелочь, с благодарностью возносит Господа. Однако вы не понимаете их прославления». Священный Куран, 17 сура, 44 аят. КОНЕЦ КОНЕЦ Это были всего лишь несколько примеров того идеального порядка, которому следует природа. Причина, по которой мы показали вам все это, напомнить, что все в природе рассчитано очень и очень точно, что все сущее следует функциям, установленным для них. Любой рационально мыслящий человек может легко понять, что ни один из этих законов и порядков не является результатом случайного стечения обстоятельств, что сложная Вселенная со всеми этими законами и функциями просто невозможна без мудрого проектировщика, который сотворил все это с идеальной точностью и установил правила для управления всем сущим. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok